привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сейчас мы проделаем эксперимент о котором нам напомнил один из наших подписчиков состоит он следующим здесь у меня подвешена цепочка я ее успокаиваю а вместе с концом цепочки беру в руку стальной шарик давайте дождемся пока цепочку успокоиться а теперь я беру и отпускаю одновременно шарик и конец цепочки и они падают вниз ну правда все это происходит очень быстро и лучше нам посмотреть на этот опыт в замедленной съемке я отпускаю цепочку и шарик и сначала конец цепочки и шарик падают рядом но потом конец цепочки уходит вперед а это значит что он движется с ускорением большим ускорения свободного падения давайте посмотрим на кадр в момент полного распрямления цепочки если обозначить длину цепочки l то шарик в этот момент прошел расстояние 0,73 л запомним это число в эксперименте я отпускал шарик и конец цепочки рукой и как любят говорить наши знакомые юные физики для исключения человеческого фактора я сделал контрольный опыт в программе алгуду вот шарик и цепочка падают вниз сначала идут вместе и потом конец цепочки также уходит вперед и на стоп-кадре мы видим что путь пройденный шариком опять составляет 0,73 от длины распрямившейся цепочки и таким образом результаты компьютерной симуляции совпадают с результатами натурного эксперимента мы можем им вполне доверять и теперь нам надо объяснить почему конец цепочки обгоняет шарик откуда берется это дополнительное ускорение и некоторые могут сказать что верхний конец цепочки движется вниз с ускорением больше же потому что на него действует вес всех звеньев которые находятся под ним но давайте сделаем контрольный эксперимент я возьму цепочку покороче вместе с шариком и отпущу их одновременно и на скоростной съемке мы видим что верхний конец цепочки шарик движется рядом никто никого не обгоняет как говорил еще галилей все тела ей в отсутствие заметного сопротивления воздуха падают одинаково но с одним и тем же ускорением же а следовательно если верхний конец цепочки приобретает при падении дополнительное ускорение то это связано не напрямую силой тяжести а с какой-то дополнительной силой которая сообщает ему это ускорение и эта сила связана с нижней частью цепочки и с тем что звенья которые раньше падали вниз здесь останавливаются а чтобы найти величину этой силы нам будет удобно сделать следующий трюк во первых представим себе что здесь цепочкой опускается невесомый блок это обычный подвижный блок и если конец цепочки верхней ну и вообще вся вот эта часть цепочки движется вниз со скоростью в то сам блок движется вниз с половиной скоростью в пополам а теперь делаем следующую часть этого трюка будем все описывать с точки зрения наблюдателя опускающегося вместе с блоком ну и соответственно для него блок неподвижен а вот эта часть цепочки прокручивается уходит вниз а вот это наоборот уходит в не вверх но все это происходит со скоростью в пополам а теперь мы найдем силу с которой цепочка действует на блок ну соответственно блок по третьему закону ньютона действует на цепочку она равна изменению импульса цепочки за единицу времени ну значит это изменение импульса во первых мне надо знать массу которая прокручивается через блок эта масса равна линейной плотности цепочки обозначу и ро умножить на скорость а скорость это в пополам массу мы знаем ну а теперь надо найти импульс за единицу времени но сколько у нас меняется скорость внесла в пополам теперь вверх идет в пополам значит изменение скорости равняется в ну и мне надо здесь еще раз на в домножить ну я нашел силу действующую на блок со стороны цепочки и эта сила действующая со стороны блока на обе части цепочки а если я хочу найти силу действующую на одну половинку цепочки на же вот эта часть интересует я должен еще раз поделить пополам сила найдена теперь на какую массу действует эта сила со стороны какую как бы мат какую массу разгоняет эта сила до со стороны блока но это та часть цепочки покоится я теперь в лабораторную систему вернулся а вот эта часть шурует вниз но ее масса соответственно равна но я вот расстояние от низа распрямленной цепочки до опускающегося конца обозначил z ну соответственно это половинка z пополам я должен снова взять линейную плотность ро и на z пополам ее домножить ну а в итоге то нас интересовало дополнительное ускорение которое приобретает эта часть цепочки помимо ускорения же за счет свободного падения и это дополнительное ускорение обозначу его есть вот эта сила поделенная на эту массу и с физикой мы сейчас разобрались а дальше начинается сплошная математика которую я здесь сейчас подробно рассказывать не буду а скажу но после некоторых не слишком сложных но утомительных преобразований мы получили следующие результаты и теперь я выписал дифференциальное уравнение движения но dz по dt это минус в а вот dv по dt изменение скорости ускорения во первых здесь есть слагаемое от ускорения свободного падения а во вторых слагаемое которое получается из предыдущих моих рассуждений когда мы силу делим на массу ну и давайте на это слагаемое на вот это ускорение посмотрим ну во первых здесь знаменателе стоит z то есть сколько цепочки еще осталось падать и чем меньше это z тем больше вот это слагаемое ускорение при распрямление цепочки стремится к бесконечности но более того здесь еще в квадрат стоит а если мы проинтегрируем эти уравнения мы получим вот такое выражение для в квадрат она тоже стремится она тоже сиди содержит себе вот этот член l на z ну который соответственно стремится к бесконечности как мы уже сказали в квадрат еще стремится к бесконечности значит у нас поворот цепочки движется все быстрее и быстрее а масса становится вот это за все меньше и меньше и отсюда возникает этот конечный хлест цепочки когда она распрямляется очень быстро и мы видели что она уходит от шарика именно на последнем этапе движения и после очередных интегрирований мы получаем что время за которое цепочка полностью распрямиться равняется корню из l на же ну и еще здесь есть численный коэффициент 1 198 ну то есть примерно 1 и 2 а соответственно за это время в свободном падении шарик пролетает расстояние g тау квадрат пополам подставляем тау сюда и получаем 0 72 l а в эксперименте как мы помним мы получали 0 73 ну и тем самым мы получили прекрасное согласие теории с экспериментом и как опять же говорили наши молодые знакомые юные физики давайте поставим себе в этом месте плюсик ну а теперь мы сделаем еще один опыт вот здесь на конце цепочки я подвесил шайбу массой два с половиной грамма на капроновой нити и это капроновая нить выдерживает груз массой два с половиной килограмма в тысячу раз больше а теперь я устанавливаю цепочку в стартовое положение и отпускаю и шайба оторвалась перервав ниточку стало быть там было развито ускорение в тысячу же откуда же берется такое большое ускорение но посмотрев этот фильм вы конечно сможете это объяснить и ваши комментарии вы можете писать там внизу на ю тубе